Мгазик, вон он, который только была премьера, и тут я уже его вижу. Метр, метр восемьдесят мои. Сколько тут капот начинается? Метр девяносто где-то капот, наверное, метр девяносто пять. Пневма. Ого. Внимательно, смотрите, как надо закручивать колеса. Это, чтобы не украли ночью, да? Это секрет. Секретки, да. Димон, на каждой машине что-то должно быть слады обязательно. У меня будут слады эти. Поехали. На старт, внимание, марш. Миша чертит новую машину. Да, новую машину чертит? Еще четыреста. Уже? Новую машину чертит? Нет, рама оконная. Запаска. Багажника нету? Багажника нету? Да, много багажника. Вот сюда ложится багаж. Да, ну, серьезно? Да, ну, здесь ставится багажная дверь. Диверсовая. А, и дверь же как открывается, как в Горбатом, да? Или как в Роллс-Ройсе, правильно сказать. Биренс? А у Бородача 70. Так, тихо. Самый дорогой автослесарь. Интересно, на чем он ездит? Вот это белое его или? Охренеть вообще. Димон, если бы... Вы что, не могли дать мне другого слесаря? Хотя бы вон кто на... На Мерседесе. На Мерседесе, блин. Подожди, я самого дорогого автослесаря сниму. Охренеть. Ты видел, как у него номера загнуты? Он пальцы гнет, и номера даже загнулись. А вот, 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 друзья. Вот самый дорогой слесарь. Самый дорогой и модный. Смотрите, один стартанул на Альфе. Так, на Кадиллаке, ну, по-солидному. На Кадиллаке по-солидному. А вот, вот это Миша, это Миша. Ну, вы поняли, короче, тут серьезная бригада. Смеркалось. И тут позвонили. Точнее, я собирался ехать. Потом передумал. Потом позвонили. И потом была премьера с газиком. Потом говорят, уже на газик ставим кузов. Уже покрасили красивый. Выезжай. Ну, я бросил две полуоси в багажник. У нас, наверное, вот эта сломана полуось. Какая-то из передних, в общем. Едем, едем, едем. Не знаю, слышно. Слышно, как разваленный шрус. Грохочет. Сейчас тут 20 километров нам пробок уже не должно быть, тем более в эту сторону. Сейчас доедем. Глянем, что там происходит. Да, грохот устрашающий такой. Со стороны можно подумать, что сейчас что-то развалится. Уже все развалилось. Он давно тарахтел на танковой под небольшой нагрузкой. Он умер. Давно не сидел в этих спортивных сиденьях. Ну, таких полуспортивных. В смысле, спортивных гражданских, наверное, правильно сказать. Совсем по-другому сидишь совершенно, чем в обычном. Все плотно, удобно. Да, справа шрус развален. Плоська есть. Сейчас попробуем быстро поменять, если получится. Давно не ездил, но привыкания не требует этот автомобиль. Все комфортно и просто. Макс вернулся с Днепра. Говорит, долго ехал, дорога плохая. Передний мост сломал в Днепре на Discovery. Так, уже зеленый почти загорелся. В общем, в субботу будет движуха. Намечается там серьезно. И ГАЗ-63, и там еще в Черниговской области. На фроуд намечен. Не знаю, куда поедем пока. Но посмотрим в процессе, куда соберемся, куда-то поедем. Может, и туда, и туда успеем. Будет видно, в общем. Такая красота. Подсвечена Родина-Мать. Вообще, вечерники. Сегодня просто жалко. Я уже ушел из дома. У меня эта вся панорамка видна, только далековато. Такой вам вечерний Киев. Сколько смотрю на этот вид, надоесть не может. Сколько мы тут живем. 16 лет с этим видом из окна уже. Ну, не в машине, а из дома. Так, метро Днепр. Вот такая красота вечером. Сразу экскурсия по вечернему Киеву. Сейчас долетим. Да, вот так много машин. Даже, это сейчас уже у нас 10-й час, наверное. Начало 10-го вечера по Киеву. Поток транспорта плотный. Десятибальные пробки. Начиная со вчерашнего дня. То есть, уже второй день. Вчера вообще какая-то жесть. Все обратили внимание на это. Так, а вот и пробочка. Я надеюсь, едет оно там или... Может и не очень. Так, друзья, вот эта легендарная база. С этими новыми красивыми такси. С обслуженными машинами. С адекватными водителями. Всем рекомендую. Так, что у нас тут нового? О, блин. Тут какой-то блок бетонный положили. Сейчас. Какие-то машины вижу. Черт. Вместо включить драйв, включил дворники. Как-то так. Так, что у нас тут. Смотрите, легендарная Toyota на Лапландерах. Которую вы могли видеть у нас на видео. Болотоходы. Додж. Опять такси. Что тут у нас еще? Ну, тут кучи с металлоломом увеличились. Кто там про Ифу спрашивал? Ифа стоит. Это не Макса Ифа. Это ребят Ифа. Так, смотрите, кто, что там. Газик вон он, который только была премьера. И тут я уже его вижу. Вот серьезная машина. Ёлки-палки. И вот еще серьезней. Метр тридцать колесик. Ого, спереди. Вот это монстр, блин. Слышишь? А на видео вообще, ну, не отражает. Спереди монстр. Монстр. Под машиной. Монстр под машиной. Охренеть, капот где? Сейчас я вам покажу. Метр. Метр восемьдесят мои. Сколько тут капот начинается? Метр девяносто где-то капот, наверное. Метр девяносто пять. Лечу, подожди, подожди, как он залазил. Это, блин, что? Что сзади? Офигеть вообще. Сейчас тихо. Пневма. Ого. А, уже покрасили. Покрасили уже только что. Короче. А с чего шаровая сзади? Офигеть вообще. Вот это, блин. О, давай, 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 давай. Хочу, как залазил было интересно. Вылазить-то не так интересно. Сидение. Сидение, блин, на уровне, на уровне макушки. Не, ну это, это круто. На уровне сиськи. Да не, ну охренеть вообще. О, это у меня атакет тоже стояли. Я только это, все-таки, Миша, я все-таки подушки разрезал и насквозь просверлил. Ну, чтобы это, чтобы не так играло. Палка крутится, а... Там развалило. Тихо, дети смотрят. А здесь палка крутится, а она крутит. Да. Палка крутится, а сам шустрый... А что та сторона не крутится? А, дифференциал срабатывает. Тут надо штуц зажать, чтобы... Да, да, да. Диски, диски не повреди, Димон, осторожно. Это моешь ты или что? А шустрый есть это? Да. Два. БУ в хорошем состоянии. Блин, вы к такому не привыкли. Нас бы их к такому не готовили. Да сейчас скоро приедет основная машина, я уже ее поближе перегнал к вам. На днях еще ближе перегоню. Вызвали специально обучившего человека, открутите его колеса. Это, чтобы не украли ночью, да? Это секретки. Секретки, да. Слушай, у Димона лучше получалось, чем у меня. У него опыты. Не украл. Вот такие секретки нормальные должны быть на нормальных машинах, да, Михалыч? Это называется стоп-резьба. Герметик специально. Давай я тебя домой сегодня завезу. Пусть постоит. Пусть постоит, а завтра... Починим. Заняться ремонтом автомобиля. Хотя бы все-таки все равно. Ну, а что там? Что-то еще, да, сломал? Немножко попала грязь. Так спешил. Я же просто не знал, что я поеду. Я думал, что вы уже спите просто. Я подготовился. Вы отменили сон или что-ли? Нет, мы уже спали. Мы уже спали. Короче, Димон меня отогнал. Говорит, не мешай работать. В общем, не могу отвести глаз. Не передает камера. Пневма вот опущенная полностью, видите. Вот подвески бешеные. Спереди еще не смотрел что-то. А там пружины спереди. В общем, чтобы залезть, кого-то попросить. Вот такие клюшки сделаны просто, каких-то нереальных размеров. Отбойнички. В общем, подвеска. Похожая на патрол. Миша, на патрол похожая подвеска? Миша чертит новую машину. Да? Новую машину? Еще 400. Уже? Новую машину чертит? Нет. Рама оконная. А, окно ты рисуешь? Так ты и окна делаешь? Короче, кому окна, звоните. Так. Да. Не, ну тут по-взрослому. А с чего тут саленблоки, Аля? Миша. С грузовика. С грузовика, да? Сняли быстро. Да. Это по-взрослому. Сейчас свет включу. Что вы спрятали? А-а-а. Так подожди, что, гидрорулевой или что? Да вижу, вижу. Я только хотел спросить. Блин, ну с ним хреново же ездить или нет? Не пробовали. Да ну ладно. А-а-а. А-а-а. Так, гидравлическое рулевое. А-а-а, здесь по-взрослому. Да. Углы карданов приемлемы. Причем карданы. А что, карданы одинаковой длины? Олег, не знаешь? Нет. Ну близкие где-то очень, да, по размерам. Не, я вижу, они вперед-зад, я имею в виду, одинаковые, нет? Ну почти, да, почти, наверное, очень близко. Сзади вот такие тоже мощные тяги. Вот кулак, смотрите. Так, механическая лебедка. Блин. Люди, там уже слюна течет у экранов телевизора. Как она поедет. Не, ну метр тридцать, колесо тоже в порядке. У бородача чуть-чуть больше. У него же есть еще. Как у него? Есть? Новые? Или БУ? А супор, что, надо снимать? Болгар, не знаю, что... В этой машине нормально. Болгар, тебе супор-то будет. Да не, ну машина надежная. Ты денег возьми и подметай. Да сейчас пусть уже... Он ногами разносит по всему цеху. Не, он не ходит никуда. Ну, ноги забиваются, протектор. А, этот, что, может буксовать начать? Ну, пошли же. Там классическая наша секретка. Так, Димон сказал не подходить, пока он там мою грязь чистит. Вот это круто. Я ее видел, где-то она мелькала в каких-то видео. Разобрана еще была вся. Опа, тут уже бесшумочка пошла. Номера есть. Правый руль. Настоящий. А, это чтобы эти банди-хулиганы, да, водителю не мешали работать? Ох, елки. Да. Оригинальное все. Да. Что там, беш? Нет, это оригинальная клееночка. Да нет, это как в жигулях на этом, на крышке багажника. Когда покупаешь. О, а что это сзади, там такие трубы какие-то? Ну да, бак. А, то бак. Так, а где багаж куда ложить? С той стороны. Это не багажник. Чего, это багажник? Нет, это запаска. Багажник. Багажника нету? Да, но багажник. Вот сюда ложится багаж. Да, ну серьезно? Да, ну здесь ставится багажные двери. И в салоне. А, и дверь же как открывается, как в Горбатом, да? Или как в Роллс-Ройсе, правильно сказать. Не, ну по-серьезному. Дошла до нее очередь, да? Слава, вы видите, что вы на шестеренке живете? Где? Шестеренки. Не, Боди не дали. Иди, блин, там нет. Груза, мне кажется, что твой джип тупо убили, потом оживили и еще раз убили. Да, уже убил я его много раз, но он живой. Не, ну хорошо завелся с полоборота, я сразу к вам быстро приехал. Ты жил как быстро? Пока бензин не хватит. Ну, бензин пока есть еще, но не знаю. Доеду домой или нет, расход большой, конечно. Ну, заправки там есть по дороге, наверное. Опа. Димон проникает. Там масло в мосту есть? Будет течь? Сейчас посмотрим. Нет, там же сальник там стоит. Ну, ты же знаешь устройство моста? Нет, Димон тут сбирал мост. Вот там сальник стоит. Не помню. Даже не смотрел, наверное. А тут у меня усилен чулок, кстати, давай покажу. Фолловером и вам. Чулок усилен. А у тебя там масло или болото? Усиленной водой. Нет, болото вот до этого места. Смотрите, сальник стоит. Да я помню ноги. Ну, не ложи в болото. Ну, куда? Пыльник. Стой. Полуось. Давай покажу. Смотри, будет. Мост крепче на 30 там или на сколько-то процентов. Труба загнана в этом мосту. Труба специальная продается. 109 долларов. Трубка коротенькая и трубка длинная. 109 долларов в Америке стоит. Ну, в размер уже. То есть ты просто забиваешь пару точек сваркой на выходе и все. И все придумали? Ну, да. Ну, оно какое-то все сделанное такое легенькое, слабенькое. Я товарищу дал на рыбалку как-то съездить. Где-то это, сейчас скажу, лет 5 назад, наверное, 6. Я поехал в Болгарию на отдых, понял? Оставил ему машину, он там на рыбалку, типа, собирался. Ну, съездит, мне жалко вроде. Короче, приезжаю, говорю, а где машина? А он так что-то... Не, я еще не доехал домой. Говорю, что там, как съездил? Ой, блин, ну, слышу по голосу что-то не то. Я только, знаешь, в Украину въехал, набрал ему сразу. В Рыни, Рыни, знаешь, где? Одесская область. 700 до Киева. Слышу по голосу что-то не то. Приезжаю, колеса стоят. Ну, сказать, что они вот так стоят, то они не так. Они вот так стоят. Не, погнулся. И валяется где-то этот чулок. Или сдал я на металлолом этот чулок, или валяется где-то. Короче, полуось лопнула длинная. Ну, прикинь, там вот так колесо стало, блин. Полуось длинная лопнула. Что-то еще. О, слышишь, а можешь бренд посмотреть, какого производителя граната? А пыльник целый или нет? Потому что там пыльника нет на той полуоси. Был, по крайней мере. Был целый, пока не... Пока я не поехал на этой машине. Там я паскаль ставил за 500 гривен. Это он или это оригинальное? Так не поймешь уже, да? После моей эксплуатации они все... Превращаются в груда металлола. Так, ну спокойно только. Не надо вот это рассказывать. АБС работает. Круиз работает даже. Боди. Эта машина тут полностью в идеальном состоянии. Есть небольшие огрехи, но... У кого их нет? Боди, а какой у тебя рост? Боди. Метр семьдесят пять, Боди. Метр восемьдесят два. Метр восемьдесят четыре. А, замер Боди. Сколько? Два тридцать? Два тридцать у Боди рост. Тихо залазит, залазит, залазит. Не, ну Михалыч лучше лес. Там не кури в машине, там салон новый. Не, сиденье кожа зеленая, крокодила. Вот, кожа зеленого крокодила, блин, чуть не убился. Блин, а как залезть? А я с одной рукой же не залезешь никак туда. Сейчас. А, там покрашено. Ладно, короче, так покажу издалека. Так, а где приборы? А, видно новые приборы. А часы вы врезали? Стрелочные? А, рычажки. А что это за рычажки новые? Вот это они. А что это за рычажки? А, лебедка. Поршень с коробки вырезал, смотри. Да ну ладно, поршень. Вот, поршень. А что это за поршень? Поршень? Да. Издеваются, короче. А то, а оригинальный бы это снижается в поршень. Гонят что-то по полной, короче. Поршень. Поршень, да. Поршень только нет. Я масло-семное поставил. Так а кольца поставьте, он же так не будет нормально работать. Это дополнительный. А, это запасной типа? Да. Запасной поршень, в общем. Не, ну это отжигаете вы нормально тут. Не, ну залупас был сложнее проект, конечно, да, Миш? Ну надо было просто сразу его делать. Да знаю, так что. Ну я сейчас буду собирать деньги, сейчас подписчики все посмотрят. Скажут, что нормально. Где рама? А, на залупас, на раму есть заготовки, да? На залупас 2? Да. А что это будет? Мотор он стоит. А, это тоже мотор? Заднемоторный будет? С таким мотором. А здесь такой мотор или меньше? Здесь после капиталочки. Нет, здесь такой же мотор? На 21-2 меньше. А, на 2 меньше. А это как у бородача? Нет. Ну и у него 6 литров. 5,8 или 5,7? Ну 5,7. Ну так что, примерно? Ставерите. Здесь снова? Идешь сюда. Так. Погнался туда и заходишь туда. Так рама покрашена, я не пойду пачкать. Нет, я тебе покажу. Бахилы одевай. А, бахилы. А есть? Вот эта лестница есть специальная. В общем, продумано. Она на гидравлике будет, эта лестница? Да. Видел, лебедка не включается, Руслан. Да я видел, вот это мне. Опа. Слышишь? Вот и заходишь. Вот как лебедка. Руслан, его так со ступенью переставлять? Да нет, наверное, лучше тупень. Обратил внимание, как включается лебедка. Да, гидравлика. Ого. Вот это по-взрослому. С рычага. С салона. С кнопочек. С кнопочек. С тумб... С тумберки. Да. Так же все включается, слышишь? Там просто, я не знаю, в каком состоянии эта ступица. Может, лучше поставить мою, она нормальная. Да твоя такая же, как и эта. Нет. Что не надо, блядь? Да нет, у меня новая. У меня новая. А шрус есть? А шрус? Ну вот же шрус. Какой механизм? Тормозной. Слышишь, а как? Слышишь, подожди. Ну, с той стороны там еще как-то можно залазить. Как пилоту залазить? Ёлки, тупо на уровне макушки, блин. Метр восемьдесят сиденья от земли. Чего? Как залазить? Как пилоту залазить? Приварится это, да? Нет, она... Быстросъемная будет? Она вот так будет, да? Не, не так, не так. Ну что? Двери надо. Осторожно, не поцарапай, новая же машина. Можно вот здесь вот, да? О, так удобнее будет. Понраво, клубы поесть. Не, огонь. Воздушная. Главный тормозной. Видишь? Вот это он? Да. А вот жабка на стопы, да? Угу. Так подожди, где он воздушный? Как воздушный? А, вот воздух. А с чего это? С чего это? Это цилиндр с Урала. А это тормозной кран, я не знаю еще. Таня, ну, по-серьезному, короче, тут все по-взрослому, что-то... С что заходишь? С лестницей. Да, и прямо мне на голову опускается и при... А вот это? Регулятор. Тормозов, давление? Ну, давление, да. Димон, на каждой машине что-то должно быть с Ладой обязательно. У меня будут... У меня будут с Ладой эти. Хомуты. От Лады хомуты хочу. Ну, блин, как Ниваш хорошо едет, что проходимость добавить. И вот эти шарики поставь туда, чтобы... Подойдут они? Да, вот это так и оставь. Она большая. А там меньше нету, Миш? Да, у нас там. Да подожди, какого... Что ты делаешь? Издевается. Так, тихо. Так, не криви это. Миша, блин. Не, это нормально. Что-то там. 83. 83. 83. А у тебя 85. А у меня... 90. Чики. Глумятся полным ходом. А у меня... А у меня 80. Да нет, это же изношенная. Пускай там... 82, пускай. Изношенная. Да где? А что тут есть износа лишь? Свежая еще. Да, эти повеселее, конечно. 83. Так куда ты? Вернись. Будем по химии. А что там, свет еще есть? Можно я там что-то положу? Нет. Он не ходит, а что ли? А он туда? Нету? Есть. Вот номер стоит. А у бородача 70. Так у меня больше. А сколько канистр? Да две канистры станет, да, получается? Больше, чем у Андрюхи. Какая канистра? Тут бочки останутся. А, бочка, да. Говорят, на залупа, где нашли новые колеса. Нормальные. Так подожди, это с инвалидки. А где инвалидка? Подожди, колеса я вижу. Прячете где-то от меня? А, вон мотор с инвалидки. Ты что, не видел, видел, как? Нет. Не видел, как он работает? Нет. Он здесь ездит сам. Так а можем завести? Или другой раз давай уже, ладно? А чем мы эфиром заводим? Эфиром. Надо было. Поехали. На старт, внимание, марш. Да, поехали. Поехали. Продолжение следует. Последний раз, когда я был, куча была меньше тут. Добавилось немножко запчастей. Так, все уже. На ремонт ходовой все равно, зачем я хотел? Димон. Ладно, отключу. Ну да. Ходовую надо немножко подшаманить. Так а до субботы успеем ходовую или нет? А, это супер. Я думал, булыжник какой-то. Да вон, булыжник дальше висит. Не крутит. Не крутит? Пальцы. Чьи? Мои. Да, да, да. Кстати, открою пассажирскую дверь. Слышь, это насколько машина легче стала, да? А везде, если смыть, так это я везде проеду, не застряну. Ну, давай. Так, полуоси, остатки короткое осталось в сборе. Ступица запасная. Все на месте. Полный привод восстановлен. Секретки сняты. Экологичные. В общем, Димон красавчик все. Все быстро очень сделал. Колесо спускает заднее. Так, а ты окно нарисовал, да? А вот это, это проекция. А, это чтоб человек к окну подходил, да? Вот эта выемка. Он к окну успевал делать. К окнуть успел? Пружины с 80-ки? Амортизатор и оригинал? Рулевое. А это руле... А, это... Этот, как он называется? Насос-дозатор? А с чего он? Неизвестно. Говорит, вроде как хорошо рулится. Все, готово. Да не, ну... Блин, вообще по-другому идет совершенно. И звуков никаких нету. Вот это? Так, ну все. Полный привод восстановлен. Там надо немножко ходовую доработать. Ну, это устраним в ближайшее время. Так, тихо. Самый дорогой автослесарь. Интересно, на чем он... На чем он ездит, блин. Тариф? Тариф ночной был, жесткий. Но, говорит, по дневному посчитал, сказал. Так, тихо. Вот это белое его, или? Охренеть, вообще. Димон, если бы... Вы что, не могли дать мне другого слесаря, хотя бы вон кто на... На Мерседесе. На Мерседесе, блин. Офигеть. Не, ну так понятно, такие цены, блин. Так, все, я греть долго не буду. Охренеть, вообще. Вы видели Кадиллак этот? Догоняй. Ты охрен его догонишь, ты что? Да. Так, подождите меня. Пацаны, меня подождите. Смотри, Нита. Нита? А, вот Нита, да, Миша. Искал, я ему нашел. Ну, доволен ты? Да. Подожди, я самого дорогого автослесаря сниму. Охренеть, ты видел, как у него номера загнуты? Он пальцы гнет, и номера даже загнулись. Так меня подождите, куда вы уезжаете все? Давай, мы там поставки дзину добрые. Сейчас говорит, будут гонки. Ну, я не знаю, я их не догоню, наверное. Ну, может, и догоню. Ну, если подождут. Охрен, догонишь. Все свалили уже. Так, в общем, вот так мы по-быстрому. Все, тишина, ничего не грохочет. Только надо... Там по ходовой еще надо доработать. Есть слабые места. Но у меня разгон 8,2 паспорт. У Михалыча, мне кажется, быстрее на вот этой машине впереди. Так, у Миши тоже 3.0 турбо. 3.0 турбо. Ну, а тот самый дорогой слесарь на Кадиллаке. Там вообще без вариантов. Гарант, это бомба. Так, ну, ребятам правее, мне прямо. Они уже ушли вправо. И сейчас мы их будем наблюдать на вот этом светофоре. А вот, 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 друзья. Вот самый дорогой слесарь. Самый дорогой и модный. Смотрите, один стартанул на Альфе. Так, на Кадиллаке, ну, по-солидному. На Кадиллаке по-солидному. А вот, вот это Миша, это Миша. Ну, вы поняли, короче, тут серьезная бригада. Короче, вот такая ситуация. Теперь мы стартуем. У нас теперь зеленый. До красной зоны. С целой полуосью лучше. Со шрусом целым. В общем, вот такой вечер. Быстро все поменяли. Надо еще там шаровые немножко подустали. Один наконечник. Ну, и там по мелочам еще что-то. Надо будет заехать. Заехать, сделать. Всем пока. Подписывайтесь, делите. Делимся. Комментарии пишем, что понравилось, что не понравилось. До встречи. А вот и пешеходный мост засветился, как положено. Сейчас покажу. Очень красиво. Вечер в Киев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok